Виталий, привет! Здравствуйте! Виталий, ну что ж, давайте начнем, наверное, все-таки с заявления Байдена, который, как мне кажется, подвел что-то вроде вот такой вот итоговой оценки того, что произошло в связи с несостоявшимся пучем, если это вообще был действительно пуч. И сказал, что Владимир Путин вот после этой истории с этим походом Пригожина на Москву, вернее, не до походом, вышел ослабевшим, да, что он изгой, что он проигрывает, как выясняется теперь, не только за рубежом, в общем, да, но и внутри своей собственной страны. Ну и что из этого следует? Следует ли из этого то, что теперь, в общем, наверное, еще меньше будут внимания страны НАТО обращать на то, что там говорит Путин и чем он там грозит, в своих поставках вооружения для Украины, в частности? Ну, на это хотелось бы надеяться, Александр, потому что совершенно очевидно, что постоянный испуг перед Путиным, вот давайте мы не будем допускать слишком серьезной эскалации, давайте варить жабу медленно, давайте не приведем ситуацию к ядерной войне. Все это, на самом деле, играет на руку Кремлю, конечно, потому что Путин может мыслить в двух категориях. Это категория Блицкрига и категория длительной войны. Вот в двух этих случаях он вполне может рассчитывать на удачу, потому что категория Блицкрига — это немедленное свержение чужого правительства, это создание возможности для появления собственной администрации или администрации, которая более лояльно относится к российскому руководству. И, кстати говоря, на постсоветском пространстве, как вы знаете, не раз подобные действия были. И свержение легитимной власти самого разного характера мы наблюдали именно следствие Блицкрига, который, кстати говоря, в 90-е годы был закамуфлирован под гражданские войны и гражданское противостояние. Вот вспомним свержение Зряда Гамсахурдия в Грузии. Или свержение Бульфаза и Чубея в Азербайджане. Или военный переворот, по сути, который привел к отставке Ливона Терпетросяна в Армении. Ну, то есть, вот очень хорошие примеры таких достаточно быстрых спецопераций, которые помогали прийти к власти людям, рассчитывавшим на большее взаимопонимание с Москвой. Другое дело, что и там не все так гладко происходило, потому что там, условно говоря, в Грузии Эдуард Шаварнадзе старался всегда маневрировать, насколько у него это получалось. В Азербайджане власть перешла Гейдару Алиеву, которого в Москве явно не рассматривали как будущего. Лидера страны. А вот в Армении, между прочим, пришли к власти пророссийские силы. Вот такие, я бы сказал, армянские медведчуки. Сначала Кочарян, потом Сараксианы. Итоги этого плачевны, между прочим, если говорить о Кавказе в целом. Ну, и вот это хорошая иллюстрация такого вот примера Блицкрига. Длительная война, война на истощение, она тоже всегда очень опасна, потому что понятно, что Россия может не выйти победителем из этой войны. Как, например, она не вышла победителем из войны в Афганистане. Но государство, которое находится многие годы в таком противостоянии, ему уже потом очень тяжело восстановиться не только экономически и социально, но и политически. Потому что долгая война – это всегда деградация. И долгая война – это всегда стремление добиться от государства, которое находится в этой долгой войне, какого-то компромисса с противником, чтобы не ухудшать общую международную ситуацию. Поскольку Украина все же находится в Европе, а не в Центральной Азии. И так или иначе, это достаточно опасное развитие событий. А вот та война, которая сейчас есть, эту войну Путину очень трудно выиграть. Потому что нужно мобилизовывать ресурсы, нужно проводить мобилизацию граждан. Это дестабилизирует, как мы видим, и само российское общество. Это приводит к таким эксцессам, как Пуч Пригожина. Понятно, что в этой ситуации Путин не выглядит победителем. А Запад как раз такое ощущение, что все-таки рассчитывает на то, что Россия сможет поступиться в неком долговременном конфликте. Мне вообще совершенно непонятна эта странная формула, понимаете? Что вот Украина проведет наступление и потом займет удачную позицию, хорошую для себя позицию, за столом переговоров. Классическая форма. А если не будет переговоров? Если Российская Федерация не пройдет на переговоры? Ни в хорошем для Украины случае, ни в плохом. То, что Украине в этой ситуации остается делать? Из переговоров нет. Вот мы считаем, что их нет. Или другая знаменитая формула, что Украина завершит войну, и после этого ей открыта дорога в НАТО. И вот тоже возникает вопрос, а что значит завершить войну, если войны не будет на территории Российской Федерации? А мы понимаем, что ее, скорее всего, не будет. Если Владимир Путин сохранит власть в результате этой войны, если он не пойдет на переговоры с Украиной, то никакое освобождение даже всей украинской территории не означает прекращение войны. Согласен ли, например, Запад принять в свои ряды, я имею в виду Североатлантический Союз, страну, которая будет полностью контролировать свою территорию, только эта территория будет постоянно обстреливаться баллистическими ракетами и по этой территории будут наноситься удары беспилотниками. А ведь такая Украина может существовать долгие годы, даже если ее вооруженные силы выйдут на государственную границу с Российской Федерацией. Мы с вами должны помнить, Александр, что для Российской Федерации эта государственная граница не будет никогда государственной границей, пока у власти есть Путин. Потому что уже внутри Российской Конституции есть Крым, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области Украины. И появился новый термин, абсолютно идиотский, конституционные границы Российской Федерации. Не международно признанные, а конституционные. И в этой ситуации, безусловно, нет даже никакого примерного плана, который мог бы сказать, что война России с Украиной может быть окончена в ближайшем будущем. И, по крайней мере, при жизни Владимира Путина. А если окажется, что чекистский режим долговременнее, чем Путин, то тогда нужно четко сказать, что при жизни всех нынешних поколений украинцев эта война тоже не будет окончена, даже если украинские вооруженные силы смогут освободить свою территорию. Потому что этот конфликт тогда будет напоминать ближневосточный с постоянными рейдами на украинскую территорию, с диверсиями, с ракетными обстрелами, с покушениями на руководителей страны. Украинцы, да, так в этом случае привыкнут жить в мире постоянной войны. Но возникает вопрос, а это нужно кому-то на Западе? Европейская страна, которая превращается, извините, в центрально-африканскую, нужна кому-то на Западе? Потому что мы же прекрасно понимаем, что это никакая неблагополучная страна, которая так живет в Европе. Это постоянная финансовая помощь, это криминализация и деградация общества, это контрабанда, это демографическая яма, это такой европейский даже не льва. И когда Запад вот так вот смотрит на эту ситуацию, то мне кажется, что самым аморальным и самым опасным в этом случае является решать проблему безопасности Запада за счет тех украинских граждан, которые на протяжении ближайших десятилетий станут естественными жертвами этого сдерживания Москвы. Да, Виталий, и вы можете говорить это с полным правом, как человек, который живет в Украине и который не выезжает оттуда, как, собственно говоря, не выезжают оттуда практически все остальные представители мужского населения, которые и по закону, ну и многие по моральным просто соображениям оказываются внутри Украины как бы невыездными, да? Какая разница, выезжаю я, не выезжаю. Если бы я сейчас находился бы в Риге, Тель-Авиве или бы в Париже, эта картина все равно не выглядела бы другой. Потому что эти политические формулы несостоятельны. Несостоятельна формула «военная победа Украины», которая должна окончить войну, потому что Украина может одержать военную победу, но это не означает автоматического окончания войны, несостоятельна формула, связанная с тем, что Украина может быть принята в НАТО только по окончании военных действий. Все эти формулы несостоятельны. Потому что нужно четко понимать, что мы имеем дело совершенно с другим противником. И, кстати говоря, все эти, еще одна формула, что все войны когда-то заканчиваются за столом переговоров. Первая мировая война действительно завершилась за столом переговоров, но это были переговоры о капитуляции. Вторая мировая война завершилась за столом переговоров, но это были переговоры о капитуляции. Нацистская Германия не собиралась ни с кем, ни о чем договариваться практически до последних дней своего существования. Отдельные переговоры вели отдельные офицеры. Как мы знаем, там эти консультации Алина Даллеса с генералом Вольфом в Швейцарии, известные нашим с вами зрителям благодаря в основном их интерпретации в Илья Адам Семеновым и фильмам «Семнадцать дождя весны». Но это же были отдельные инициативы офицеров, которые думали, возможно, их контингенты воинские не на территории основного театра военных действий выйдут из войны. А, собственно, глава государства Адольф Гитлер, он не хотел никаких переговоров с союзниками. До последнего дня он предпочел самоубийство переговоров, условно говоря. И это еще раз говорит о том, в каком состоянии находилась Германия в годы его правления. Вот Владимир Путин не выглядит человеком, способным к каким-либо конструктивным решениям. Никогда не выглядел. Ну, разве что переговоры вел для обмана противника. Сейчас не выглядит тем более. Я хотел бы напомнить, что вообще все последние переговорные процессы, то есть когда в России было руководство, которое еще думало о консультациях, условно говоря о том, что мир лучше войны, это была эпоха Бориса Ельцина. Вот тот вот ненавидимый в современной России Хасавюрт, да, что все вот псевдопатриоты, все эти военные корреспонденты, вся эта мерзость, они все время говорят, боже, неужели война завершится Хасавюртом. А Хасавюрт был прежде всего остановкой военных действий, потому что тогдашнее руководство России, и Борис Ельцин, и Виктор Черномырдин, и, кстати говоря, генерал Александр Лебедь, который тогда пробовался на роли такого будущего Путина, но не прошел испытания именно из-за Хасавюрта, между прочим, чекистское испытание. Так вот эти люди, они могли считать, что продолжение военных действий усиливает террористическую угрозу в России и приводит к деградации Кавказа. Собственно, все то, что произошло после того, как Хасавюртовский мир был нарушен. И, по большому счету, Хасавюрт создавал условия для мирного решения проблемы Кавказа, потому что можно было идти политическим путем дальше. Если бы, конечно, чекисты не делали все для дестабилизации ситуации и через своих агентов в Москве, и через своих агентов в Грозном. Это же тоже надо понимать, что там была агентура, которая радостно встречалась друг с другом в имитации эскалации, если угодно. Но вот тогда это еще такие возможности условные были. Были возможности, когда мы решаем проблемы даже российской сферы влияния на постсоветском пространстве в переговорном процессе. Но нынешняя Россия никогда ничего подобного не хотела. Всегда действовала именно путем военной эскалации. И это очень опасный момент для тех, кто думает о том, что она готова к каким-либо реальным консультациям. Я думаю, что в НАТО мыслят на самом деле не стратегически на данный момент. Они мыслят какими-то короткими шажками. И вот мы все время слышим, да, и в том числе, кстати говоря, от генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сделал вчера соответствующее заявление, что, мол, надо сначала победить, а потом уже говорить о приеме Украины в НАТО. Столтенберг говорит вчера, ну или когда, вот на днях его просто вчера цитировали, что, мол, вот без победы Украины на поле боя, бессмысленно вообще обсуждать. Потому что, ну, если победа не будет, а как Украину-то в НАТО принять, да, мол, если российские сапоги будут оставаться на некоторых участках украинской земли. Вот как вам такой ответ? Я вот хочу, опять-таки, понять, что мы определились, по крайней мере, с НАТО в дефиниции победы. Вот победа – это что? Вот если украинские войска, допустим, освободили всю территорию страны от российских захватчиков, что тоже непростая, как вы понимаете, задача, и неизвестно еще, какой цены она требует и каким, я бы сказал, социальным и демографическим последствиям приведет на будущее. Но мы сейчас даже не об этом говорим, а мы говорим о том, что это произошло. И вот это произошло, а в Москве говорят, украинские нацисты оккупировали российский Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области, России. Мы не хотим применять ядерное оружие, потому что мы не хотим термоядерной катастрофы. Мы считаем наших с вами соотечественников, которые находятся под властью украинских нацистов, заложниками той ситуации, которая сложилась в противостоянии России и Запада. Мы не хотим наносить страшных ударов по украинскому народу, потому что мы на самом деле один народ. Но договариваться о чем-либо с нацистским режимом, пока он оккупирует нашу территорию, мы тоже не собираемся. Вот не собираемся. И любые переговоры начнутся только после того, как войска оккупантов уйдут из Крыма, Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья. А мы, со своей очереди, будем делать все возможное, чтобы Украина была демилитаризована. Чтобы эти оккупанты себя не чувствовали вольготными. И вот после этого заявления Владимира Путина, обращения к нации, начинается массовый обстрел, ракетный обстрел. Даже не Киева. Донецка, Луганска, Симферополя. Ялта превращается в руины. Севастополь остается такое же воспоминание, как от Мариуполя. Да и от Мариуполя остается такое же воспоминание, как и от Севастополя. Ну и вот Россия, я бы сказал, самозабвенно бомбит собственные, в кавычках, регионы. Ничего нового в этом, как вы знаете, нет. Тогда возникает вопрос, а Запад что говорит? Ну нам это не очень важно, не договорились с Россией, не договорились. Вы контролируете всю свою территорию, подумаете, что ее кто-то обстреливает. Давайте мы будем вас принимать в НАТО. Или как? Или он говорит, вы знаете, вы подпишите политическое соглашение с Россией, вот мы хоть принесите его в штаб-квартиру НАТО в Монже, чтобы там были подписи президента Украины и президента Российской Федерации, и сразу же на следующий день мы начнем рассматривать вашу заявку. Так вот я и спрашиваю, а если этого следующего дня не будет ни через 10, ни через 15 лет, каким образом урегулировать ситуацию? Это и есть вопрос? То есть что такое победа? Вот, кстати говоря, вы же помните, 16 июня Дмитрий Медведев, так называемый экс-президент России, написал, что вот, мол, я цитирую, да, генсек НАТО Стоутенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта и подчеркнул, что двери туда для Киева остаются открытыми. Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО, во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде, следовательно, для нацистской Украины конфликт будет перманентным, подчеркнул он вот именно эту формулировку. То есть вот ровно это. Правильно, потому что я все время говорю, что то, что говорит в Толтенберге, то, что говорят западные лидеры, это слышат не только в Киеве, это слышат и в Москве. И это простая формулировка. Если вы Путин, и вам говорят простую вещь. Если вы завершите войну, то Украина попадет в НАТО буквально через несколько дней после этого завершения. И на этом исчезнут все ваши шансы для поглощения украинской территории навсегда. Потому что любая новая попытка поглощения территории Украины будет означать шанс ядерного конфликта. То вы можете дать себе простой политический ответ. Если мне не нужен ядерный конфликт, но если мне нужна Украина, то в этом случае я, разумеется, буду делать все возможное, чтобы война в том или ином виде длилась бесконечно. Я могу регулировать степень интенсивности этой войны. Сегодня посылать на территорию Украины войска и проводить им интенсивные военные действия с целью защиты позиции на оккупированных территориях. Завтра часть этих войск вывести и просто наносить ракетные удары. Послезавтра спровоцировать еще одну какую-нибудь техногенную катастрофу масштаба Каховская ГЭС. После-послезавтра подорвать реакторы на Запорожской ГЭС. У меня огромное количество опций, потому что это большая территория и там есть где разгуляться. Если ты имеешь возможность безнаказанных ракетных ударов. Понятно, что Украина может усовершенствовать свою противовоздушную оборону, а мы можем усовершенствовать свои ракеты, закупать новые беспилотники. У нас в конце концов есть возможности по интенсификации усилий в военно-промышленном комплексе. И, как видим, в современной России все это происходит. Поэтому еще раз говорю, возлагать всю ответственность на Украину и считать, что она может в одиночку справиться с этой опасностью, значит не понимать масштаба этой опасности и не понимать, что Украины нет никаких иных возможностей, кроме военных, действительно, чтобы, по крайней мере, предпринимать попытки перманентного освобождения своей территории. Потому что мы должны точно понимать, что будут еще попытки оккупации новых украинских регионов, что то, что оккупировано сейчас, это не конец, а только начало этой истории, если война будет длительной. И украинские войска могут освобождать одни участки территории, а российские могут занимать другие участки территории и разрушать, и разрушать там жизнь. И еще они могут там важную вещь сделать, очень полезную для себя. Они могут мобилизовать там население для службы в российской армии и таким образом вообще минимизировать проблемы для России, потому что украинцев можно убивать, как оказалось это по мобилизации в Донецкой и Луганской областях нашей страны руками своих украинцев. А россияне в это время будут просто из ложи в зрительном зале следить за этими гладиаторскими боями. Но из такой же ложи за этими гладиаторскими боями, между прочим, следят не только россиян, но и гораздо не разница из евро-западных стран. Вот это тоже надо понимать. Поэтому я все время говорю, мы должны уйти с этой арены цирка. Совершенно согласен. Говорю то же самое постоянно. Правда, нас абсолютно, мне кажется, иногда что не слышат, может потому что мы говорим по-русски, не знаю. Ну пусть субтитры смотрят. Смотрите, я вот в последние дни наблюдаю, как украинские войска переходят реально везде по всем фронтам наступления, везде есть успех. Да, он не такой вот быстрый, как хотели, да, западные некоторые лидеры. Но он есть и он последовательный. Вот сейчас вот я смотрю, например, что уже бои идут вот буквально в Бахмуте самом, там, где раньше, в общем, он был полностью захвачен. Об этом говорят в украинском генштабе. Так вот, смотрите, да, на юге, на юго-востоке, на востоке наступление. И все равно мы видим, как появляются статейки, это именно статейки, да, в журнале The Economist, в газете The Washington Post. И вот сейчас польский евродепутат говорит, все они говорят, что вот если через 3-4 месяца не будет каких-то реальных, серьезных результатов, а под серьезными понимают, что освобождение, видимо, Велитополя, Бердянска, Мариуполя, то Россию начнут, значит, Украину начнут подталкивать к переговорам с Россией, потому что европейцы, американцы уже устали от этой войны. И все это делается, заметьте, вот эти статьи выходят перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который, по идее, должен был бы стать судьбоносным для Украины, в первую очередь. Это что? Понимаете, я бы вообще даже был бы готов распактывать подобные варианты в политической плоскости. Вот наступление через 3-4 месяца завершается теми или иными итогами. Понятно, что дальнейшие действия достаточно затруднены. Запад может считать, что у него нет достаточного количества военной техники и возможностей, хотя есть для того, чтобы помогать Украине в дальнейшем. Считается, что долговременная война истощает и Украину, и Запад, поэтому нужно сесть за стол переговоров и понять, что же Россия на самом деле в такой ситуации хочет, когда она видит, что вся Украина ей не по зубам. Но я еще раз говорю, возвращаемся к началу нашего разговора. А кто сказал, что Путин на это согласен? Мне это все время напоминает анекдот знаете, про брак сына фермера с английской королевой. Когда Маклер уговаривает фермера, чтобы его сын женился на английской королеве, и фермер все время рассуждает, зачем нам английская королева, и она не очень молода, и вообще что он там будет делать. Но в конце концов Маклер убеждает, что это богатая женщина, что его сын будет жить так, как он никогда не жил, и фермер соглашается. И Маклер говорит, нужно теперь уговорить английскую королеву. Вот Путин, это такая английская королева. Кто вам сказал вообще, что Путин пойдет на какие-то реалистичные переговоры? Заметьте, что российские условия по ходу войны не уменьшаются, а увеличиваются. Раньше были территориальные реалии, нейтралитет, деноцификация, невозможность вступления в НАТО, разрыв военно-политических отношений с Соединенными Штатами. Это все было еще 15-16 месяцев назад. А месяц назад уже прибавилось еще одно условие – невозможность вступления в Европейский Союз. Это было озвучено на уровне заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. И вот тут может, конечно, возникнуть такой вопрос. А что России до вступления Украины в Европейский Союз? А потому что условие невступления Украины в Европейский Союз не выдвигалось до того момента, пока в Москве считали, что европейская интеграция Украины совершенно невозможна. А как только это стало реалистично, то сразу же в Москве сказали, что это условие должно быть предпринято как одна из частей переговорного процесса. И поэтому мы приходим к общей формуле. В России как считали, что Украина как государство должно исчезнуть с политической карты мира, так и считают, и я подчеркиваю, будут считать. Возможно, при жизни нынешнего поколения россиян. То дело не только во Владимире Путине. То дело в том, что это общая, я бы сказал, такая политическая воля русского народа. Для того, чтобы Украина не могла рассчитывать на то, что она сохранится на политической карте мира, важным условием является невступление Украины в альянсы, в НАТО и Европейский союз. Чтобы ни в коем случае у западных стран не было собственных обязательств по защите украинского суверенитета в том случае, когда сложатся условия для его окончательной ликвидации. И поэтому любые переговоры с Российской Федерацией могут идти только о условиях ликвидации суверенитета Украины. И если Запад не хочет вести с Российской Федерацией переговоры о ликвидации суверенитета Украины и о присоединении территории нынешней Украины и Российской Федерации как регионов самостоятельных, то, что Владимир Путин собственно и предлагал 24 февраля прошлого года, когда начал свое наступление на Украину, то никаких иллюзий относительно возможности переговоров с Россией у западных политиков быть не должно. Можно сто раз подталкивать украинское руководство к переговорам с Россией, на невыгодность для Украины условия. Можно даже добиться какого-то согласия с подобными предложениями, учитывая то, что Украина фактически существует за счет военной и экономической поддержки Запада. Но Россию вы никогда не подтолкнете к решениям, которые оставят возможность существования украинского государства в любых, подчеркиваю, в любых границах. России нужна простая и естественная для чекистского руководства этой страны вещь. Российская армия в Ужгороде и нигде более. Потому что вся территория Украины рассматривается как территория, которую российские руководители считают своей, которую русские солдаты полили своей кровью в ходе Второй мировой войны. Это то, что завоевано и должно быть возвращено. И говорить можно только об одном – о признании России полностью суверенитета Украины в ее международно признанных границах. Но для этого необходимо чтобы у России было четкое понимание, что она не сможет завоевать Украину, не рискнув возможностью ядерного конфликта. То есть не рискнув возможностью нанесения стратегических ядерных ударов по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и другим центрам Российской Федерации. Русский народ должен понять простую вещь. Что его риск состоит в том, что он либо завоевывает Украину, либо гибнет к чертовой матери. И это единственное, что может остановить русских в сумасшествии. Вот именно поэтому Украину, как все время мы и говорим, должны принять в НАТО как можно быстрее. В том числе в ходе вот этих боевых действий. То есть не надо ставить никаких условий, когда победят, когда уйдут, когда перестанут обстреливать. Я согласен. Потому что есть простая формула. Если вы не хотите долгой войны, условно говоря, долгой войны, то вы можете идти двумя путями. Первый путь – это путь капитуляции. То есть вы должны отдать Украину России целиком и полностью. И она здесь все сравняет с землей. А второй путь, который они почему-то на Западе не видят – это принятие Украины в НАТО или предоставление ей гарантии безопасности. Скажем, приглашение Украины в НАТО. Вот это, кстати, точная формула. Приглашение Украины в НАТО. Ну, хотя бы приглашение. Хотя бы. Еще во время боевых действий. Приглашение дает возможность, Саша, идти по шведскому пути. Получение гарантии Соединенных Штатов от Великобритании, гарантии безопасности. Хотя бы для той части территории Украины, которая не находится в активной зоне боевых действий. Но вы же помните, что Байден недавно публично заявил, что он против ускоренного вступления Украины в НАТО? Что он имел в виду? Он там говорит, что, ну вы знаете, вот стандарты типа коррупция и прочее вот такое вот. Это должно выполняться все-таки. Еще раз. Ускоренное вступление Украины в НАТО может и не произойти. Приглашение с гарантиями безопасности достаточно. Я вам даже больше скажу. Можно сказать о том, что вступление Украины в НАТО состоится только после урегулирования политического с Россией. Но ведь смотрите, если Россия видит, что она не может захватить всю Украину, что захват всей Украины чреват конфликтом с Западом, реально, то скажите Путину, что нужно тратить ресурсы, деньги, людей на оккупацию нескольких несчастных регионов, которые просто для него были плацдармом для наступления. Ему же не нужен ни Крым, ни Донбасс, ни Юг Украина. Это просто плацдарм. Вот тогда, тогда и назревают возможности для переговоров. Тогда можно сесть за стол переговоров с Россией, Россия сама все отдаст, понимаете? Сама. Если будет четкое понимание, что Украина не проглачиваема, то тогда кремлевское руководство само будет думать, как ему избавиться от этих территорий, которые являются балластом для российского бюджета. Да, оно, конечно, разворотит там все, что возможно. Да, это не будет территория жизни, это будет территория смерти. Да, эти территории станут таким, я бы сказал, балластом для самого бюджета Украины и для его будущего, что Украине придется отложить все свои амбициозные планы реального поднятия жизненного уровня и так далее на долгие годы, потому что понятно, что Украина в восстановленной территориальной целостности — это страна бедности, социальных и демографических проблем. Но мы же сейчас говорим не об этом, мы сейчас говорим не о судьбе Украины, она и так непростая после этой войны, и там не видно никакого там розового будущего. Мы же говорим о самой возможности прекращения войны сейчас, мы это рассматриваем? Вот, в частности, Столтенберг говорит сейчас следующее, что Украина получит очень сильное послание, это цитата о поддержке, значит, со стороны НАТО, это имеется в виду вот на этом саммите. «Все союзники согласны, что у нас политика открытых дверей, что видно по пути в Финляндии, Швеции в альянс. Мы также согласны, что Украина станет членом НАТО, и мы согласны, что не Россия членом НАТО и Украине решать, когда придет время направить полное приглашение присоединиться». Но я не слышу в этих словах ничего нового по сравнению с тем, что Столтенберг говорил год назад, два года назад, пять лет назад. Конечно, но я думаю, что посмотрите, надо дождаться Вильнюсского саммита, посмотреть, как будет выглядеть архитектура тех решений, которые будут связаны с Украиной. По моему мнению, эта архитектура позволит, это оптимистический прогноз, я не ручаюсь за его адекватность, конечно же, позволит до Вашингтонского саммита найти формулу приглашения Украины в НАТО. Я вообще считаю, что вот время есть, оно вот от Вильнюсского саммита до Вашингтонского. Вот Вашингтонский саммит НАТО должен принять решение о приглашении Украины в НАТО, какой бы ни была, подчеркиваю, военно-политическая ситуация на тот момент. Она может быть тяжелой. И вот именно этот момент приглашения в следующем году и должен стать такими вот курантами, которые поставят точку на активных военных действиях. Вот такая схема, она возможна. Ну, будем надеяться, что, по крайней мере, премьер эстонии Кая Кайл сказала правду, когда предрекла, что будет хороший сюрприз Украине вот на этом саммите. То есть, что понимается под хорошим сюрпризом, ну, вероятно, более-менее понятный хотя бы момент приглашения Украины в НАТО. Желательно, чтобы это был момент безусловный, да, а не под какими-то условиями. Потому что вот вы меня простите, вот вы, конечно, даете Украине, да, 2000 единиц современной техники. Но вы все время опаздываете, это первое, на 4, на 5, на 6 месяцев. То есть, эта техника должна была бы начать передаваться Украине в октябре, в ноябре, когда украинцы показали, что они могут освобождать свои территории. То есть, по крайней мере, тогда тренировки должны были начаться, да, чтобы уже к февралю все это было, а не к маю, когда Россия получила фору укрепления на Запорожье и так далее. Второе, то же самое с самолетами F-16, например, с теми же. Вы не даете авиации Украине, вы хотите, чтобы вот сейчас с опозданием, с форой в пользу России, и с ее укреплениями. То есть, без доминирования в воздухе. Украинцы проводили еще и быстрое наступление. Ну, так идите и проводите, я хочу сказать это вот, западным наблюдать. Идите, вот, садитесь в Брэдли, в Страйкер, в Леопард и вперед по минным полям. Чего ж? Ну, я совершенно согласен, потому что мы, конечно, с вами не военные эксперты, Саша, но, с другой стороны, прекрасно знаем из истории войн, что вот такого рода наступления, удачные, которые проводились и американская армия, и армия обороны Израиля, они всегда сопровождались доминированием в воздухе. А у Украины никакого доминирования в воздухе нет. Флота нету, авиации нету, нету ничего, с чем воюет НАТО. А при этом Украина должна победить. Быстро. Я не знаю. Либо тогда давайте, может быть, все-таки НАТО будет рассчитывать на то, что эта война продлится еще хотя бы полтора-два года. Ну, то есть, реалистично надо оценивать. И как вы думаете? Почему-то есть наивное мнение, наивное мнение, что Украина заставит Россию более реалистично посмотреть на ситуацию. Вот Путин поймет, что он и через полтора-два года ничего не получит и остановится. А я не вижу повода для того, чтобы мы верили в адекватность Путина. Когда в последний раз мы сами видели адекватного Путина? Вот я хочу это понять. Мне кажется, вы его никогда не видели. Даже когда тонула эта несчастная подводная лодка Курск, не видели никакой адекватности. Мы видели абсолютно жестокого, равнодушного, подлого человека, которому было плевать вообще на все вокруг. Но просто сейчас, с годами, когда этот человек уже 23 года у власти, и это повлияло на его мозги, то он стал еще страшнее, чем был в самом начале. Но он и с самого начала не был. Знаете, не был каким-то, ну как бы это сказать, адекватным человеком. Я видел адекватных людей у власти, которые теряли адекватность за десятилетия правления. На постсоветском пространстве тоже видел. Вот Нурсултан Назарбаев видел. Нурсултан Назарбаев, конечно, в начале своего правления не был тем Назарбаевым, которого мы знаем сейчас. Но это совершенно другая школа, извините меня. Это школа партийного чиновника, который превратился в самодержавного правителя. И это, конечно, все бьет по психике очень серьезно. Я думаю, что людей после этого вообще надо лечить. А Путин никогда даже этим партийным чиновником не был. Он был мелким гибистом, который не прошел никакой школы политической борьбы и так далее. Это еще в большей степени отразилось на его психике. Это надо точно понимать, что тут есть серьезный разговор о психической неадекватности. Иначе и быть не может. Знаете, когда мы сравниваем, допустим, Путина и Си Цзиньпина и говорим о разных неадекватностях. Это классический вариант партийного чиновника, который поднимался с лестницы на лестницу, с должности на должность, решал какие-то проблемы, знает, что такое партийная дисциплина, иерархия и так далее. При всем при том, он точно понимает, как работает вообще государство, система сдержки противовесов, какие могут последствия, ошибок. А тут же ничего нет. Это же докничество. С первого дня. И вот у меня вопрос. Все-таки после вот этой истории с неудавшимся походом на Москву, если вообще такая целя реально была, по-моему, Пригожин сам толком не понимал все-таки, зачем он идет. Вот после того, как вскрылся сам факт неадекватности российского государства в смерти всех институций, вплоть до силовых, на чем, казалось бы, держится вот эта жестокая диктатура, когда вскрылся факт слабости Путина, очевидно, потому что он впервые за три года, просто за 23 года своего правления открыто признался в том, что он не может контролировать всю ситуацию в стране. Вот как-то это может повлиять на восприятие Запада, России, да, и угроз с ее стороны. И, соответственно, может, это как-то подтолкнет Запад к большей поддержке Украины. И в то же время, может быть, это ослабит российскую армию, потому что все-таки ее функционирование ведь тоже зависит от стабильности в путинской вертикали. А она, как мы видим, нестабильна. Она, как мы видим, все-таки, ну, имеет множество противоречий внутри себя. Вот что вы думаете на этот счет? Знаете, я вот сейчас задумался. А когда мы видели российское государство в сильном виде? Вот вспомните август 1991 год, когда мы все это государство считали сильным. И считали, что ему можно просто, так сказать, щелчок пальца, и вся фронта рассыпется. Когда было заявление Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР, то было совершенно очевидно, что это те люди, которые должны вообще удержать власть в стране. Там, премьер-министр Советского Союза, министр обороны, министр внутренних дел, глава Комитета госбезопасности. Чего еще надо? Какие еще нужны полномочия, чтобы удержать власть? И тут оказалось, что, в общем, все это не работает. Если армия не желает вмешиваться, если армия не желает массово стрелять в людей, которые там в Москве собрались, то ни эти полномочия, ни поддержка региональных властей, ничего вообще не работает. Не нужно было никуда идти. Обыкновенный руководитель одной из союзных республик, который не имел контроля над войсками, заметьте, не имел никакого Министерства обороны, ничего, не имел внутренних войск в МВД, ничего не имел. Оказался сильнее, чем все руководство Советского Союза. А теперь вспомним 93-й год. Практически та же самая ситуация. И вот все эти отряды Макашова и так далее без всяких проблем захватывают мэрию Москвы, захватывают Останкина. Представьте себе, что тогда российская армия остается в казармах и ничего не делает точно так же, как она ничего не делала в августе 91-й год. Что она не поддерживает Ельцина, так как она не поддерживала ГКЧП. Власть совершенно спокойно перешла бы в руки съезда народных депутатов РСФСР. А Ельцин оказался бы в тюрьме вместе с окружениями, ничего бы ему не помогло, хотя он был верховный главнокомандующий. Ну то есть фактор армии очень важен в истории. Конечно, но мы просто говорим о том, что государство само по себе, оно вообще все время слабое. Оно может быть сильным только когда оно применяет реальную силу в виде армии. Даже не внутренних войск, не ОМОНа и так далее, а любой эксцесс, если ты не можешь использовать армию против своего населения. Мы сейчас не говорим о убеждениях этого населения. Ты бессилен. Вся эта машина, вся эта вертикаль власти оказывается не работает ни в Советском Союзе, ни в России. Вот представим себе, что Пригожин бы дошел до Москвы, да? Либо армия бы вмешалась. Армия. Почему Путин сейчас укрепляет Росгвардию танками и так далее? Потому что он не доверяет армии больше. Либо армия бы вмешалась и расстреляла бы Вагнеровцев и уничтожила бы всех. Либо государю пришлось бы лично перерезать глотку Шойгу в прямом эфире российского телевидения, чтобы подтвердить свою лояльность Пригожину. Вот все, чтобы было бы. Поэтому я вообще думаю, что никакого сильного российского именно государства мы не видели. Государство, оно ведь сильное институты. Никаких сильных институтов в России нет. Все эти институты готовы в любой момент присягнуть победителю в конфликте. Так как союзные институты власти на наших глазах в августе 1991 присягали Ельцину? Общество. Государство сильное обществом. Ну общество мы видели вот в этой ситуации один раз в августе 1991 года, когда это общество собралось защитить президента России. В какой-то мере мы видели общество в октябре 1993 года, только другое, когда оно было у съезда народных депутатов РССР у того же Белого дома или там у московской мэрии. В целом, как видим, общество абсолютно пассивно. Кто куда идет, кто чего идет. Это же хороший момент, да. Люди видят, что какие-то бандиты свергают власть. В любой демократической стране, даже не очень демократической. Вагнеровцев же нету, смотрите, в каком-нибудь Белгороде или в Калуге или в Воронеже. Люди, как правило, выходят на демонстрации с портретами Путина. Это же вождь. Сохранить законную Россию, не дать возможность подорвать государство. У нас война, вы наносите нам удар в спину. Все сидят дома, все смотрят телевизор. Если через три часа по телевизору появляется Пригожин с головой Шойгу и говорит, что все, у нас теперь министр обороны Суровыкин, а Владимир Владимирович Путин заболел и изолирован в Форосе. Все, ну в Форосе так в Форосе. Ну подумаешь, ну выздоровеет Владимир Владимирович опять будет нами говорить абсолютно инертное, равнодушное, какое-то растительное состояние граждан. И повторюсь, это не сейчас началось, это не при Путине началось, это так все время. Судьбу России в 1991 году решило небольшое количество людей, собравшихся на пятачке у Белого дома. И небольшое количество людей, собравшихся у Смольного в Петербурге, среди которых был Владимир Владимирович. Вся остальная масса россиян безмолвствовала и готова была принять любой, подчеркиваю, любой режим. Это в то время, когда люди в Балтийских странах выходили на улицы, когда люди в Кишиневе выходили на улицы, когда люди в Украине, в Киеве, во Львове и так далее собирали на митинги. Да, наверное, у нас были не очень большие митинги здесь в Киеве, но не такие, как в российской провинции. То есть мы уже тогда можем говорить об абсолютном разрыве между российским народом, между русским народом и российским государством, о полном безразличии русского народа к собственному государству. Полном. И мне тогда кажется, что вот как эти жители Ростова бежали за машиной Пригожина, они точно так же бежали бы за машиной какого-нибудь генерала Залужного, если бы украинские войска вошли в Ростов. И кричали бы, что вот освободители, братья наши, надеемся, что повысят пенсии. Вот это такое население. Знаете, население с низкой социальной ответственностью. И употребляет терминологию Владимира Андреевича Путина. Вы понимаете, но я еще вот о чем думаю. Ведь это Пригожин пошел на Москву. Там еще как-то его готовы были встречать. Причем гипотетически только Золотов сейчас говорит, что вот встретили бы, да, ну так, что же вы раньше не встретили. Но, а если бы Пригожин, во-первых, а, остался бы, например, доволен захватом Ростова и Воронежа, городов с населением более миллиона человек. Б, а если бы Пригожинские дальше пошли бы на Новосибирск, на Владивосток, на Камчатку, вы меня простите. Можно было пойти даже на туру. Можно было просто оккупировать всю центральную Россию без Москвы. Вы там в Москве сидите, а у нас здесь свое государство, Республика Вагмир. Ну вот. И это государство справедливости. Потому что вы там все несправедливы. Самое же интересное другое. Могли бы те же самые губернаторы оставаться в этом государстве. Просто они бы отчитывались перед Пригожиным. Это же тоже вот все интересно. Он там не менял никакую местную власть, и эта местная власть не предпринимала никаких попыток сопротивления. Понимаете? Это тоже совершенно удивительная вещь. Мы имеем дело, по сути, с вертикалью коллаборантов, которые готовы любому уголовнику служить, если он им разрешает воровать дальше. Ну да. В этом прелесть России. Понимаете? Но, с другой стороны, это результат большевистского правления. Мы же прекрасно понимаем, что большевистское правление — это правление насилия. И оно изначально создало абсолютную пропасть между населением и государством. Население подчинилось репрессивному государству, но никогда не считало его своим в советское время. Обокрасть это государство доблесть, предать это государство доблесть, донести на кого-то, кто этим государством руководит, и кто еще недавно был любимцем судьбы, и увидеть, как его там расстреливают в подвале. Доблесть. Все это такие... То есть, понимаете, это такая страна, в которой любая гадость возведена в доблесть. Вот стоит эта дура, как ее фамилия, Симоньян, и говорит, что законы существуют для того, чтобы их обходить по телевизору. И все абсолютно спокойно на это смотрят, глазами хлопают, никто и не скажет, что это она дура. Ну, то есть, если Владимир Владимирович решил кого-то посадить, то замечательно, по закону. А если он без закона решил кого-то помиловать, то и тоже очень хорошо. Владимир Владимирович лучше знает, что такое закон. Ну, извините, а теперь представьте себе, что какой-нибудь Пригожин пришел в Москву, отрубил голову Шойгу и задушил Путина в спальне, как Мингисту Хайли Мариам, Хайли Селаси первого. Маргарита Симоньян что делает? Приглашает Пригожина в эфир. И там над ним опахалом рель. Да, она именно это и будет делать. В прямом эфире, а ее муж, как его там фамилия, я уже не помню, шутник этот, так сказать, он это снимает на камеру, понимаете, для семейного альбома, чтобы потом было удовольствие посмотреть, как прислужили новому хозяину России. Вот это такие люди. Она для какого-нибудь художника. Виталий, так самое смешное, что ведь когда Пригожин шел на Москву, ведь мы прям в прямом эфире наблюдали, как люди становятся перебежчиками. То есть, а потом, когда этот поход внезапно прекратился, а не, мы никогда не понимали, мы всегда знали, что он плохой. Даже Лукашенко же сказал, что там, в общем, Путину присягнуло всего несколько людей, которым нечего было терять. Валя Матвиенко, сумасшедший Володин, Кирилл, который вообще, ну, Кирилл, в общем, может считать, что его патриархом кто угодно оставит. Хотя мы знаем историю, как Малюта Скуратов удавил московского митрополита. И какой-нибудь Вагнеровец мог бы и Кирилла удавить. Ничего страшного. Не впервые, как говорится. Но вот это люди, которые действительно связаны с Путиным очень прочно. А все остальные, все остальные, а те, может быть, думали, что они при новом режиме себя найдут. Почему? Какая разница, в конце концов? Ну, какая разница, кому служить? Это все мистификация. Да, перемена персонали. И вы знаете, меня вот что очень заинтересовало, что разгоняло, что Пригожин хотел внутри корпорации военной исключительно поменять фигур, то есть поставить, условно говоря, вместо Шойгу, кого? Дюмина, вместо Герасимова. Суровикина. Но самое смешное, что российские военкоры в течение понедельника разгоняли, как, впрочем, они это делали в воскресенье, разгоняли информацию, что якобы все решено. Все, Суровикин и Дюмин заходят на позиции, соответственно, Герасимова и Шойгу. Потом, помните, эта история, что разгоняется инфа, что якобы вот сейчас Путин через 30 минут выступит с сенсационным заявлением, и все думали, ну, наверное, да, менять будут, и вообще военная хунта теперь на место чекистского режима приходит и так далее. Значит, оказалось, все совершенно не так. И все резко затыкаются среди военкоров. Глубокое разочарование. Как вы думаете, почему? Ну, потому что они живут в своей реальности, а реальность Путина, она другая, я не удивлен как раз этому. Я вообще не понимаю, кто мог считать, что Путин, если он уцелеет, будет идти на какие-то компромиссы с людьми, которые требуют от него кадровых решений. Ведь такого же не было никогда за 23 года. Почему это должно происходить? Путин потому и Путин, потому что он упрям, потому что он никогда не выполняет ничьих требований, потому что самая лучшая возможность сохраниться у власти какому-либо чиновнику, это требовать, чтобы Путин его снял. Помните, сколько Путин сохранял на посту министра Михаила Зурабова? А там же Единая Россия уже кричала, что он должен уйти. Он снижал их рейтинги. Но ничего, как-то утерлись все. А извините меня, министр социальной политики это не министр обороны. Им можно пожертвовать, и никто не будет считать, что ты слабак. Но это не в путинских традициях. Поэтому мне очень трудно было понять. Я допускаю, что в какой-то момент военное руководство России может быть заменено даже не потому, что этого требует Пригожина, а потому что оно неэффективно, и Путин поймет, что он не может выиграть войну, и что ему нужно искать козлов отпущения. Да, но это уж точно не будет, потому что какой-то Пригожин этого захотел, и какие-то военком. То есть, короче говоря, во всяком случае мы можем быть спокойны, российское государство станет, нет, не Россия, прекрасная Россия будущего Пригожина, без коррупции и со снарядами, а наоборот, старая, ужасная Россия прошлого Шойгу без снарядов и с коррупцией. Ну, хоть так? Ну, может быть, будет какой-то внутренний переворот. Мы с вами, по крайней мере, знаем эту индикацию переворота. Если выходит какой-нибудь указ Путина о назначении нового министра обороны, это значит, что какие-то другие силы в окружении Путина возымели вверх и возымели вверх даже на самим Путина. И это совершенно особая история с точки зрения анализа. Но когда это произойдет, я не знаю. Это может произойти через неделю, через три года. Но меня вот почему это и заинтересовало. Мне показалось, что может быть, ну, это так вот некоторые пытались, кстати, в украинских кругах тоже ходили такие вот случаи-то. Путина додавили, что Пригожин не проиграл на самом деле, что победило вот это вот крыло Дюмина, Суровикина. И поэтому, и ведь военкоры российские распространяли эту информацию так, как будто бы у них какие-то есть источники там в российских кругах. Кстати, эта история показала, что нет у них никаких источников. Они, похоже, я не знаю, они, может быть, получают деньги от Пригожина. Может быть, они, не знаю, выдумывают, просто фантазируют. Я думаю, что большое количество людей, включая Александра Григорьевича Лукашенко, просто все придумывают. Понимаете? Вот мы сегодня говорим, есть анонимные телеграм-каналы, они все придумывают. Как мы можем им верить? Но вот в России такая ситуация, что врут все. Помните, когда-то Ричард Пайс писал, что проблема коммуникации с российскими чиновниками, вообще с русским народом, что русские люди врут не ради какой-то цели, а просто так. И вот это большая проблема тоже советского режима. Тебе врут просто так, бесцельно. Ты пытаешься понять причину лжи, а ее нету. Просто решили создать красивую историю. И поэтому, понимаете, когда мы с вами анализируем анонимный телеграм-канал, мы можем подумать, господи, ну какие идиоты, они там какую-то ерунду просто придумывают ради того, чтобы их читать. Когда мы читаем какого-то военкора, он, конечно, реально существующий человек, но понятно, что это просто какая-то шавка на заплате либо у ФСБ, либо у ГРУ, либо у Пригожина. А вот когда президент Беларуси выдумывает целую историю полотнами, а мы понимаем, что все это, может быть, сказка. Когда президент России придумывает какие-то факты, которых никогда не было, Песков, когда что-то придумывает просто, просто, что с этим делать, как вообще жить, вот будучи политическим аналитиком, как жить, когда просто ты имеешь дело с лжецами, никакой реальной информации нет вообще. Вот что мы видим? С одной стороны, российское военное руководство осталось на должностях, это факт. С другой стороны, оно же молчит в тряпочку. Почему ни Шойгу, ни Герасимов ни слова не сказали, не осудили этот переворот, не заявили о единстве армии, что там только телеграм-канал Министерства обороны писал, а что Шойгу? Почему он молчит? Почему никаких заявлений не делает? Никто. Дальше. Почему структуры Вагнера работают? В Петербурге, в Новосибирске, почему они вербуют людей именно по контрактам с Вагнером, а не с каким-нибудь Министерством обороны, если сказано президентом России, что должны быть подписаны контракты с Министерством обороны? Почему? Сколько людей Вагнера переберется в Беларуси, переберется ли вообще? Где на самом деле Пригожин? Что происходит со структурами Вагнера в Сирии и Центральной Африканской Республике? Вот мы знаем, что каких-то руководителей арестовали, а вообще с Вагнером? Он будет в структуре ГРО или будет отдельно? На все эти вопросы нет никаких ответов. Поэтому, может быть, стоит подождать, чтобы понять, как эта ситуация реально разрешится. Мы можем говорить о некоем мафиозном компромиссе, о конфликте двух мафиозных группировок, которые прошли к какому-то промежуточному соглашению. Но это не конец. Значит ли это, что мы действительно получили, по крайней мере, один железобетонный факт, что российская псевдополитическая система теперь точно не едина, что там точно есть конкурирующие структуры, что они точно теперь будут ослаблять на самом деле друг друга своим, как бы сказать, перманентным конфликтом до подозрения. Но с другой стороны эта система может усилиться, если вырежет гангрен. То есть, если четко встанет на сторону одного из кланов. Но для этого нужно уничтожить другой. Это сталинский путь. Насколько способен по нему идти Путин, мы не знаем. Ну а вот война, которую он продолжает настойчиво вести, она будет ослаблять его возможности по усилению как раз своего клана, единого клана, который мог бы победить? Война, с другой стороны, хотя бы требует сплочения сил, потому что все понимают и та, и другая группа, что если они проигрывают, то они проигрывают все вместе. Но с другой стороны, один из клана может считать, что пусть лучше Путин один месяц со своим компанией проиграет, а мы там, как пригоден уже пытался создавать такой фонд. А зачем вообще нужна была эта война, а Украина нам не угрожала? Это вечная волынка групп. Они же все время это все говорят, что мы могли и без войны все получить. Поэтому тут неизвестно, как еще будет дальше разворачиваться ситуация, но это опять-таки, возвращаясь к началу нашего разговора, должно быть во многом определенной ситуацией на фронте. Ну и получается, что действительно все будет решаться на поле боя, а все остальное это наши пытки, так сказать, угадать по теням, как у Платона, по теням, которые мы видим из пещеры. То, что бесполезно. Конечно, да, да. В этом-то и ужас ситуации. Мы даже в худшем состоянии, чем криминологи, понимаете, потому что там была хотя бы четкая система, носили портреты членов политбюро на демонстрациях, и это было все. Это и было руководство страны. Там не было таких вводных, как Пригожин, как Вагнер, как еще что-то. И понятно, что в этих членах политбюро тоже можно было запутаться и ошибиться, но, по крайней мере, ясно было, что это и есть система власти. А сейчас мы даже не понимаем, как функционирует система власти. Но, с другой стороны, честно говоря, я вздохнул с облегчением, когда Путин зачитал, значит, по телесуфлеру вечером в понедельник вот это вот свое заявление, потому что я понял, понял сразу несколько вещей. Ну, во-первых, что, да, все останется по-прежнему, это хорошо, это лучшее из двух зол. Во-вторых, что российские военкоры, так называемые, у которых миллионы подписчиков, Виталий, вы же видите, вот там, не знаю, какой-нибудь рыбарь, более миллиона, там, подобный более миллиона, варгон за этот, более миллиона, то есть, что они все просто лгали, публично лгали, а следовательно, все, что они говорят по поводу там ситуации на фронте, это тоже ложь. И, кстати, так оно и получается. Это означает, что их можно просто не считать. Вот когда они о чем-то начинают лепетать там у себя, что-то там прогнозировать, что-то рассказывать о том, что якобы они знают, да, это все не просто. это просто часть российской пропаганды, причем нелепо имитируемая спецслужба. Ну, что ж, Виталий, спасибо вам большое за эту беседу. Будем надеяться, что наши друзья из НАТО услышали нас и предоставят Украине четкую карту движения в НАТО, и эта карта будет без условий. Спасибо, Саша.